не было, цена продолжает снижаться. То, что касается нашей цели. Для этого есть инструмент расширения Фибоначчи. Ну и давайте растянем на основе последней волны импульса и коррекции. Итак, первая цель была достигнута. В данном случае у нас соотношение 1 к 1. Нас, конечно, как минимум интересует вторая цель на уровне примерно 0.7025. И третья цель на уровне 0.6990. Вот такие цели. Тренд у нас медвежий продолжает развиваться. И вместе с ним мы продолжаем торговать по тренду. До тех пор, пока тренд, конечно, не сменит свое направление. Далее перейдем к следующей валютной паре. Евро-швейцарский франк. По данной валютной паре тренд медвежий пока еще никаких сигналов о том, что тренд сменит свое направление. Мы с вами убедились в том, что тренд состоялся и продолжает развиваться именно 5 ноября. Вот с тех пор нам с вами ежедневно нужно было продавать и только продавать. Ни о каких покупках и речь не идет. Ну а то, что касается... Вчера мы с вами провели анализ. Определили вход в рынок с уровня 0.785. И вот у нас уже сегодня была небольшая прибыль. Но опять же, это не наша цель. Наша цель на уровне 0.710. Как видно, вот уже на протяжении 4 дней цена у нас во флете находится. Вот наша основная волна импульса. И вот на основе этой волны импульса мы с вами определили вход в рынок с уровня 1.0785. Цена на протяжении 4 дней продолжает находиться в этом диапазоне. В этом боковом диапазоне. Цена пока что находится ниже уровня открытия. У нас небольшая плавающая прибыль. Стоп-лосс, как видно, не был достигнут. Стоп-лосс у нас на уровне 0.845. Ну и тейк-профит пока что еще тоже не был достигнут. Наша цель на уровне 0.710. Ну и последняя цель на уровне 0.640. Так что пока что в ожидании. Да, у нас ордер открыт, но этот ордер открыт может быть и день, и два, и три, и четыре неделю. Все зависит от рынка. Мы не можем сказать, сколько времени будет находиться сделка в рынок по времени. То есть мы можем предположить вход, мы можем определить цели, но по времени мы никак не можем знать, потому что это рынок, и мы не можем знать, как и в течение какого периода тренд будет развиваться, или когда все-таки цена выйдет из этого диапазона. Так что находимся в рынке на продажу по тренду. Далее евро и японская иена. По данной валютной паре тренд все еще медвежий. Минуту. Итак, по данной валютной паре евро и японская иена, тренд медвежий. На основе последней волны импульса мы с вами вчера определили точку входа в рынок на продажу. Вот наша точка 132.05. С этого уровня сперва цена пошла в нашу сторону, потом против нас, потом опять в нашу сторону. В итоге ордер так и не закрылся. Стоп-лосс у нас размещен наверху на уровне 133.20. И тейк профит ниже на уровне как минимум 131.20. То есть, как видно, до нашего тейк профита далеко и далеко. Так что пока что находимся в рынке. Да, сегодня, кстати, БКам удалось обновить максимум вчерашнего дня. Если, конечно, им завтра вновь удастся обновить максимум сегодняшнего дня, то тогда мы уже получим подтверждение тому, что тренд действительно сменил направление. У нас станет бычий тренд и будем торговать уже по новому тренду на рост. Но пока что этого нет. Пока что мы еще не получили подтверждение. Торгуем только вниз по тренду. В ожидании. Идем дальше к следующей валютной паре. Британский фонд Швейцарский франк. По данной валютной паре вчера мы с вами определили рождение бычьего тренда. Также вчера мы получили подтверждение тому, что тренд есть и он продолжает развиваться. Если вы помните, я вчера рекомендовал покупать с уровня 1.5185. К сожалению, мы так и не увидели откат к этому уровню и остались вне рынка. Цена ушла без нас. Рост составил вчера 95 пунктов. То есть, если бы мы с вами вошли, то вошли бы удачно. Но опять же, для меня важно, чтобы вы поняли, как определяется направление. Потому что кто-то из вас может войти раньше, кто-то из вас может войти позже. Но все-таки основная задача это определить направление. Кто и когда войдет, это уже менее важно. Важно, чтобы вы знали, куда идем. Вверх или вниз. Вот на основе этих трех дней мы и определили рождение бычьего тренда. На основе этих трех дней мы и определили развитие тренда вверх. И сегодня нам также необходимо было покупать. А вот откуда? Давайте мы сперва определим волны импульса и коррекции. На основе которых мы с вами и определим вход в рынок. Итак, то, что касается сегодняшнего дня. Учитывая то, что сперва быкам удалось обновить максимум. И только после чего состоялась коррекция. Я сразу же откорректирую линию тренда. Итак, сегодня нам с вами необходимо было покупать с уровня 1.5255. Вот как раз валютная пара торгуется по этой цене. Тренд бычий. На основе последней волны импульса я определил вход в рынок на buy по тренду. Стоп-лосс ниже последней волны импульса на уровне 1.5190. Ну а пока мы определим цели, давайте я отвечу на вопрос. Илдарм написал следующее. Эффективен ли вход на пробой после разворотного бара? Илдарм, во-первых, обращаю ваше внимание на то, что мы с вами торгуем по тренду при коррекции. Мы с вами определяем вход в рынок. То есть, во-первых, мы с вами определяем направление тренда. После чего мы находимся в ожидании коррекции. Не важно, состоялся пробой, не состоялся пробой. Для нас это не важно. Мы с вами ждем коррекцию и входим при коррекции. Наша задача состоит в том, чтобы торговать по тренду, определяя наилучшую цену. А наилучшая цена, это как раз является цена при коррекции. Потому что именно войдя при коррекции, вы имеете возможность уменьшить риск и увеличить прибыль. Вот на примере сегодняшнего дня, после того, как мы с вами определили последнюю волну импульса, на основе вот этой волны мы дождались коррекции и вошли в рынок на бай. Стоп-лосс на уровне 1.51.90. А то, что касается тейк-профита. Первая цель, она, конечно, нас интересует, но опять же, для тех, кто торгует краткосрочно, первая цель на уровне 1.52.90. Вторая цель, вот как раз эта цель нас интересует, 53.40. И третья цель 54.10. Илдар, я надеюсь, ответил на вас вопрос. Я жду с вашей стороны не только вопроса, но и реакцию. Для меня важно, чтобы я понял, поняли ли вы меня или не поняли. Если нет, я могу еще раз объяснить. Так что жду не только вопроса, но и реакцию. Плющиков. Отлично. Отлично. Так вот, по валютной паре британский фонд Швейцарский франк, тренд бычий, продолжаем покупать, до тех пор, пока мы, конечно, не увидим смену тренда, после чего опять будем торговать под трендом. Далее, британский фонд Японская иена. По валютной паре, британский фонд Японская иена, тренд бычий. На основе этого мы определили волны импульса и коррекции. Я надеюсь, вам понятно, то, как определяются волны импульса, то, как определяются волны коррекции. Для этого необходимо всего лишь соединить минимум с максимумом каждого дня, после чего небольшую корректировку провести, и с легкостью вы поймете, где у нас волна импульса, где у нас волна коррекции. Последняя волна импульса началась как раз с минимума 10 ноября и завершилась на максимум сегодняшнего дня. Вот как раз на основе этой волны импульса я и определил вход в рынок. А вход в рынок у нас как раз был в момент, когда состоялась коррекция на 50% от основного движения. Еще раз обращаю ваше внимание, тренд бычий. И на основе последней волны импульса я определил вход в рынок. Я дождался коррекции на 50% от последней волны импульса. И здесь как раз с уровня 186.70 вход на бай. Стоп-лосс ниже уровня 185.85. Стоп-лосс составляет 85 пунктов. Ну и тейк профит как минимум. Как минимум первая цель на уровне 187.50, вторая цель на уровне 188.10 и третья цель на уровне 189.10. Вот такие цели. Пока что у нас результат нулевой. На протяжении уже 7 часов цена находится на месте. Ни выше, ни ниже. У нас небольшое боковое движение. Но тем не менее вероятнее всего, что все-таки цена продолжит свое направление вверх, так как у нас тренд бычий. И вероятнее, конечно, всего, что цена продолжит направление по тренду, чем наоборот. Ну и то, что касается последней валютной пары, швейцарский франк, японская иена. По данной валютной паре, обращаю ваше внимание на то, что состоялось рождение медвежьего тренда, я выделил 4 периода, 4 дня, для того, чтобы вам было легче понять, где у нас состоялось рождение тренда и где у нас развитие. Итак, во-первых, рождение медвежьего тренда состоялось 10 ноября. Именно в этот день медведям удалось обновить минимум 9 ноября. После чего мы с вами должны были дождаться пробоя минимальной цены 10 ноября, для того, чтобы убедиться в том, что тренд действительно есть и он продолжает развиваться. Я еще раз напомню правила анализа. Во-первых, нам с вами необходимо определить рождение тренда. Рождение тренда определяем с легкостью на основе двух дней. Если максимум текущего дня выше предручего, тренд бычий. Если минимум текущего дня ниже предручего, тренд медвежий. На основе двух периодов, на основе двух дней мы с вами с легкостью определяем направление тренда. Но опять же, для того, чтобы понять, что действительно тренд есть и он продолжает развиваться, необходимо дождаться третьего дня. Необходимо дождаться третьей максимальной цены или третьей минимальной цены. Вот в данном случае как и случилось. В день 10 ноября медведям удалось обновить минимум 9 ноября, подтверждая рождение медвежьего тренда. А вот сегодня, после того, как медведям удалось обновить минимум 10 ноября, мы с вами убедились в том, что тренд есть и он продолжает развиваться. Сегодня нам с вами необходимо остаться вне рынка. А вот завтра, после того, как мы с вами проведем анализ, определим оптимальную точку входа в рынок на продажу по тренду. Так что пока в ожидании. Нам осталось меньше 10 минут. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Я обязательно отвечу и прокомментирую. Маргарита пишет, не повторите про евро. Извините, опоздала. Повторим. И Австралия с доллара США посмотрим. Поступила просьба. Давайте рассмотрим Австралия с доллара США, после чего приступим к евро. То, что касается валютной пары Австралии с доллара США, тренд бычий. Вчера быкам удалось обновить максимум предыдущего дня, а сегодня быкам удалось обновить максимум вчерашнего дня, подтверждая развитие тренда вверх. Сегодня необходимо остаться вне рынка, дождаться окончания дня, и вот завтра на основе всего этого, на основе волн, импульса, коррекции сможем определить вход в рынок и дальнейшие цели. Ну, а пока что без торгов. То, что касается валютной пары евро-доллар, тренд медвежий, это мы с вами знаем давным-давно, тренд состоялся 3 ноября, 4 ноября мы уже получили подтверждение, то, что тренд есть, он продолжает развиваться, а сегодня, ну, на самом деле у нас в принципе ордер открыт еще со вчера, вчера мы с вами должны были открыть ордер на продажу с уровня 1.07.30. Вчера цена пошла против нас, потом в нашу сторону, потом опять против нас. Стоп-лосс выше уровня 0.7.95, стоп-лосса не было, но и наша цель также не была достигнута. Наша цель основная это как минимум 1.06.60. Пока что ордер в рынок и находимся в ожидании. Есть еще какие-то пожелания, нам осталось меньше 8 минут, если да, то пожалуйста пишите, отвечу, прокомментирую. Николай пишет, сейчас и Елен скажет. Евро и Йена посмотрим и вопросы снимаем. Итак, то что касается Евро и Йену, ну мы же уже посмотрели Маргарита, Евро и Йену. По валютной паре Евро и Йена тренд медвежий. И на основе последней волны импульса мы определили вход в рынок с уровнем 132.05. стоп-лост на уровне 133.20, наша цель как минимум 131.20. Фунт доллар, Сергей пишет. То, что касается валютной пары британский фунт доллар США, так вот, тренд бычий, 10 ноября быкам удалось обновить максимум 9 ноября, а вчера быкам удалось обновить максимум 10 ноября. То есть на основе этих трех дней, на основе максимальных цен трех дней мы определили рождение бычьего тренда и развитие тренда вверх. И вот на основе последней волны импульса сегодня нужно было покупать при коррекции на 50% от волны импульса с уровня 1.5175. Коррекция как раз составила 50%, не больше, и с этого уровня необходимо было покупать. Сейчас у нас небольшая плавающая прибыль. Как видно на протяжении 7 часов цена так и находится на месте. Я надеюсь на то, что в итоге все-таки цена пойдет наверх и мы с вами увидим фиксация ордера по тейк профиту как минимум на уровне 1.5260. Это первая цель. 1.5315 вторая цель и 1.5405 это третья цель. А стоплост на уровне 1.5095. Ну что ж, мы рассмотрели и валютную пару британский фонд доллар США. Доллар и иену рассмотрим и это на сегодня все. Доллар США и японская иена. То, что касается валютной пары доллар США и японская иена, то обращаю ваше внимание на то, что тренд все еще бычий. Да, вчера медведям удалось обновить минимум, но опять же это пока что сигнал, что они планируют, хотят, есть желание сменить направление рынка, но опять же сегодня им пока что и не удалось обновить минимум вчерашнего дня, поэтому говорить еще о снижении, о развороте рано. Тренд пока что бычий и будем покупать. Я выставил ордер на покупку с уровня 122.60, но как видно вот уже на протяжении четырех дней этот уровень не был достигнут и мы, к сожалению, находимся вне рынка. Так что если сегодня медведям удаст обновить минимум вчерашнего дня, значит мы с вами увидим развитие тренда вниз, подтверждение того, что у нас тренд сменит направление и будем уже торговать в сторону вниз. Ну что ж, на этом все, наше время подходит к концу. Я так понимаю, больше вопросов нет. Жду реакцию с вашей стороны и на этом попрощаемся. Отлично, отлично. Всем большое спасибо. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, до свидания.